приветствую вас на первом циничном канале друзья как вы знаете совсем недавно я говорил что на бусте будут выходить видео ролики о монашестве точнее не о монашестве а философии монашества для мужского движения или в мужском движении ролики выходят вышло уже два ролика последний из них был сегодня с утра но сейчас я тоже уже говорил что немножечко прервусь на самом деле не прервусь скорее добавлю не вместо а плюс естественно по поводу второй темы мобилизация в россии ролик сегодня тоже был опубликован да сегодня два ролика на бусте опубликовано бусте работает на полную катушку может быть старые подписчики скажет аган блин ты это недавно бусте отдыхал пока ты в своем путешествии был вот нифига не работал мы подписались он нифига не работал могут сейчас он работает пришло время значит что он работает на полную катушку и в ближайшее время скорее всего так и будет он будет работать на полную катушку по обоим темам они на самом деле довольно связаны и вот то что я сейчас хотел бы сказать очень связано это две темы в одной так вот доход там ну пока что подписчиков не так много доход небольшой но это неважно цена на подписку там не повышается во время эпидемии лекарства раздают бесплатно вот поэтому ничего не изменяется все пусть работает сегодня я там опубликовал пошаговую инструкцию как свалить в турцию от вашего схода с трапа или же пересечения сухопутной границы до вполне адекватной легализации все пошагу инструкции там есть задавайте вопросы но сказать сейчас хотел бы даже не об этом это просто вступление чтобы было понятно чем я занимаюсь и соответственно чтобы мне не быть замполитом который говорит делай как я сказал все-таки чтобы мне немножко хотя претендовать ну на командира делай как я так вот начну то что хотел сказать с одной истории я ее рассказывал на канале может быть кто-то помнит может быть кто-то из новых подписчиков не слышал я ее повторю сейчас она как никогда нуждается в повторении свел меня бог именно бог а не его оппонент с одним человеком в жизни звали его виктор волощук может быть зовут надеюсь дай бог ему я не знаю жив ли он сейчас или нет может быть жив еще но много лет прошло если жив крепкого здоровья долгих лет жизни кажется много и благая лето если нет царство небесное светлая память человек уникальный по-своему у его уникальность я понял даже не сразу работал он ни много ни мало подростковым психиатром в первом на мосфильме в первом этом блин забыл как он называется психоневрологическом диспансере пнд был он подростковый психиатр и шли к нему толпой мальчики мальчики в тот период когда в чечне была вторая чеченская компания но нет поначалу они шли даже еще при окончании первой чеченской компании а вот уже под конец во время второй так вот шли эти мальчики и находили общий язык скажем так не подумайте без денег без подношений мальчики заявляли что что-то у них плохо с друзьями как говорится глаз дергается и в принципе без каких-либо подношений без взяток назовем вещь своими именами получали очень хорошие диагнозы человек общался с 16 15 летними ребятами как с людьми уважительно не как со скотиной это редкость большая и объяснял все что нужно например говорил что извини он обращался на вы к пацанам извините но вы же не хотите когда с вами пойти не хотим вот а раз не хотите то соответственно без больницы это нереально то есть мы можем написать что угодно но придется отваляться в больнице вы знаете когда что-то надо сделать это надо сделать но приятно бывает когда вас все-таки лечит не ветеринар врач или же с вами общаются как с человеком они как животным так вот и соответственно объяснил что надо отлежать в больнице это неприятно лежать психушке целый месяц скучно очень особенно когда кровь молодая побегать хочется вот но так было нужно и что потом произошло потом я сидел в военкомате но еще первый раз в 16 лет на приписной не на военник сидит со мной рядом пацан из моей школы из соседнего района и начинает рассказывать что я не хотел идти на комиссию хотел вообще заныкаться под диван но мой психиатр мне сказал что иди не бойся все нормально будет документы нормального тебя потом я сидел и держал в руках личное дело призывника нам дали их носить по кабинетам и я смотрю стикеры на каждом деле разноцветные на каждом стикере номерок какой-то двухзначный потому что это за номерки и 90 процентов нам даже больше пацанов сидели с разноцветными стикерами и с разными номерками но у многих очень многих в основной массы номерок повторялся и цвет стикера был одинаковый вот то есть номерок соответствующий цвету стикера мы думали думали что это такое со скуки в очереди и потом я выделил какие-то пару стикеров я гру вас откос есть пацаны ну как это все свои как на духу кайтесь а есть откос я группа какой специальности скажем так по какому направлению ну и там кто-то говорит допустим там не знаю кардиолог я уже не помню вот я вот так ну к номер стикера номер кабинета все понятно и тут все такие сидят на очки откровенно у психиатра все высматривают понятно что смотрят не гинеколога же вот опаньки две трети две трети одинаковых стикеров с одинаковым номерком все стало понятно потом я пришел домой и стал вспоминать я сопоставил думаю а что это такое мой психиатр кто его психиатр пнд был на огромный район один его психиатр тот же который мой вот и вот теперь ну не теперь тогда я понял человек на своем рабочем месте вы знаете что я против работы но вот исключение бывают на своем рабочем месте сколько же он спас крови сколько же он спас жизни потому что тогда была чеченская бойня он спас этих ребят он спас даже тех же чеченцев которых эти ребята могли угробить не особо то того может быть желают оба партия сказал надо комсомол ответил да вон туда пулять вот ну все сколько он жизни спас я не знаю какие дрова он должен наломать своей жизни чтобы они вот эти грехи его не списались за то что он сделал поэтому честь и хвала и то что я попросил запомнить его имя поминайте его в ваших молитвах я не знаю жив ли он но соответственно поминайте за здравие таков порядок таков порядок потому что если ну это церковный порядок что если ты не знаешь жив ли человек или мертв то упоминается за здравие потому что если вдруг он мертв а ты упомянул за здравие у бога все живы так вот поминайте а теперь собственно кончилась присказка сказка что я хотел бы донести до вас друзья распространять информацию сейчас такое как бы острое время перекресток исторический поэтому распространяйте максимально информацию чем я сейчас занимаюсь я понимаю что может быть страшно где бы не находились но в россии будет особенно страшно постарайтесь все-таки оттуда уехать но тем не менее распространяйте информацию будьте осторожны но не опускайте руки как хотите устно и распространяйте ссылайтесь на первый циничный на котором тоже уже дофига информации ссылайтесь на бусти на котором в ближайшее время тоже будет дофига информации или там посмотрели сами распространили друзья мы все зашкварены каждый по-своему каждый в той или иной степени и вот сейчас приехав с афона я понимаю что вот эта возможность распространять такую информацию которая может спасти кого-то может спасти жизни в чем-то повторить подвиг не побоюсь этого слова подвиг волосчука виктора может быть не в таких масштабах потому что я думаю что на нем сотни спасенных жизней если не тысячи друзья вот в чем-то может быть хотя бы чуть-чуть стать сопричастным чему-то подобному я думаю что это связано с моей поездкой на фон и что смогу сказать как это как советское время говорили постараюсь оправдать оказанное доверие что могу вот постараюсь страшно не страшно я понимаю что распространение такой информации опасно особенно в россии но друзья будьте аккуратнее но по большому счету за такое пострадать не грех мягко говоря не грех я думаю у каждого из нас есть что искупать более чем ну не знаю как у вас у меня за глаза хватит на 100 жизней вперед припасено вот поэтому постарайтесь распространять информацию и как бы вам сказать я смотрел примерно демографические данные зрителей канала получается что самый пример средь усредненный зритель это человек мужского пола примерно моего возраста 35-40 вот сильно моложе и меньше и сильно старше тоже меньше основная аудитория это мужчина среднего возраста ну что могу сказать друзья однокашники одногодки зачастую 40 лет это не так уж много но пройдите по кладбищу по российскому и поймете что не так уж и мало посмотрите примерно средний возраст когда мужчина заезжают на кладбище хорошо это плохо ли это так поэтому страшно не страшно не вечно трястись не то что пора-пора-пора друзья пора но пора не пора но тем более надо подумать о вечном не вечно мы будем жить на этой земле нам держать ответ перед богом нам каким-то образом пытаться оправдать то что мы почудили каждый сам знает вот и если окажется лишнее доброе дело сделано причем на мой взгляд значимой сейчас есть возможность не пятачок бомжу подать и не десятку не червонец а действительно сделать что-то значимое на мой взгляд вот какое-то божье дело по-настоящему лишним это дело в вашей копилке точно не будет вот а опасность не век живем и уж тем более не два поэтому друзья подумайте и распространяйте информацию